Всем привет! Сегодня у нас будет видео о турецкой кухне, о турецкой еде. Ну, это то, с чем вы можете столкнуться как турист, когда приедете в любой крупный город Турции. Я не хочу сразу, да, дисклеймер такой делаем, я не хочу кого-то оскорбить, задеть. Если вам это нравится, ешьте. Какие-то блюда, из которых я сегодня буду рассказывать, я сама очень люблю, я об этом расскажу, они мне очень нравятся. Я просто хочу отметить некоторые блюда в турецкой кухне, которые для нас неприемлемые, порой мерзкие, противные, порой вкусные. Кто-то в этом находит, кому-то это нравится, начинает. В общем, что-то странное, еда и блюда в турецкой кухне, которые нужно попробовать туристу просто из интереса. Это очень то, чего вы в своей стране, скорее всего, не найдете. То, чем нужно полакомиться, чтобы раз в жизни отметиться, я это пробовал. Или рассказать друзьям, это было такое, вы себе не представляете. Сейчас я вам расскажу, что я пробовала в Турции. Сегодня о таких блюдах, давайте приступим. Ну, первое популярное, это такой фастфуд турецкий. Это для тех, кто ни разу в Турции не был. Это кушают не все. Я здесь живя уже очень много лет, я так, я пробовала два раза, и ни разу мне это не понравилось. И я не стала любителем этого блюда. Это турецкий кукурич. Кукурич – это просто булка хлеба обрубленная, скажем так, батон, отрезанный пол батона, в который начиняют, как бы это назвать, ну, типа фарш. Это поджаренный, перерезанный специями, скрошенный всякими специями, с перчиком, в основном острый. Кишки баранов. Для меня лично я просто не употребляю баранину, поэтому для меня это мясо, даже кишки баранов, они все равно пахнут бараном, поэтому я не могу это есть. И вкус баранины, то есть я не люблю. Но кто любит баранину, прям фанат, и запах его не останавливает, или вообще его запаха не чувствует, я вам советую приехать в Турцию и этот фастфуд попробовать. В каждом, в многих ресторанах, в ресторанах дорогих он даже подается. Это просто фастфуд, который можно купить с тележки на улице, в самых крупных там улицах Стамбула, везде это есть. Как бы речь? Дешево, быстро и вроде бы как бы мясо, на самом деле это как бы и мясо, но это вообще кишки, внутренности, желудки баранов. Своеобразное, не очень может быть приятно выглядящее блюдо, но пахнет оно как бы мясом, на вкус это баран. Но многие люди, когда пробуют, и особенно туристы, и они, ну, кто кушает барани, ну да, они такие, ну, нормально, какое-то мясо со специями и с хлебом. Но когда они узнают, что это внутренности, это такое, не все это могут, скажем так, морально обработать эту информацию и принять. Но это и такое самое популярное было, самое то, что вам такое на заправочку. Второе, что я бы советовала всем попробовать, я обожаю это блюдо, но я его не встречала в других странах. Может быть где-то там в каком-то Армении, Грузии, ближе к югу России, это тоже есть, потому что очень много перекликается блюд таких, да. Я там не была, я думаю, долма, она, кстати, есть в Армении, но это долма, которая, мидия долма. Это берется огромная мидия, либо они искусственно выращенные бывают, покупают их на, окей. Мидия долма, это огромная мидия, которую раскрывают, чистят, моют, и туда в нее закладывают уже готовый со специями рис, подготавливают опять, закрывают, ставят в холодное место и продают. То есть их покупают поштучно, это тоже турецкий фастфуд, продается абсолютно везде, и сезон, ну вообще практически круглый год это продается. Но туристам, я хочу заметить, что когда вы будете это пробовать, для меня это вкусно, я обожаю просто рис, я обожаю морепродукты, и я эту еду люблю. Употребляют это, сдобрив лимоном, лимонным соусом, ну многие не сдобривают, просто так едят, на вкус и цвет, скажем так, да. Я бы сказала, что больше лимон здесь что-то обеззаразить и убить бактерии. Но туристам скажу на заметку, есть случаи, когда этим видом продуктов, этим блюдом можно отравиться. Это когда сильная жара, потому что, поэтому обращайте внимание, медиа долма, когда вам подано в ресторане, либо даже как фастфуд, желательно, чтобы она была холодной, из холодильника, остывшая, это больше подтверждение того, что она не протухла, и вы не отравитесь, потому что летом жара. Не каждый продавец или владелец там ресторана может хорошо смотреть за качеством этого продукта, можно нарваться. Но вы, в принципе, когда будете пробовать, вы поймете, что просто по миде вы можете понять, что, например, она не свежая, поэтому просто не кушайте и все. Но по вкусу там будет все понятно. Мне это блюдо нравится, оно просто необычное, и просто раньше я не встречала, кроме как в Турции. Может быть, в каких-то восточных странах это тоже есть вполне возможно. Восточные блюда очень перекликаются. Келепача чурбасы. Своеобразное блюдо тоже можно попробовать на любителя, кому-то это нравится. Это продается во многих ресторанах. В ресторанах национальной турецкой кухни это не фастфуд, но в популярных любых ресторанах именно национальной традиционной кухни восточной, в частности, в турецкой. Келепача – это суп из мозгов. Суп из мозгов барана. Есть еще, естественно, из рубца – это желудков баранов, желудков коровьих. Такие супы бывают, бывают с языком. В общем, вариантов очень много. Но келепача – это просто настолько традиционное блюдо, которое варится с черепушкой барана, с мозгами. Это очень наваристый, жирный такой супец, водичка. Особо там, честно говоря, ингредиентов не очень много. Там все, весь идет этот замес на бульоне, наваристый бульон из мозгов. Я пробовала. Я вот так это и описываю. Солененький бульон, жирный. Кто любит такое? Мужчины, которые любят мясо, в турке очень уважают это блюдо. И многие кушают, потому что оно и действительно наваристый. Либо кусочки мяса там еще, да, бывают щелки, например, с головы срезают. Язык там тоже может присутствовать. Это либо крошится, либо побольше кусочки. Это от повара уже зависит. Но ингредиенты такие, набор стандартный. Своеобразное блюдо. Очень многие здесь его любят. Но как это внешне выглядит, когда вы видите, например, в магазине напополам разрубленную баранью голову с языком, щеками, с мозгами для этого супа. Страшное зрелище. Иногда такую голову выставляют на витрине какого-то фастфуд-ресторана, где туристы есть, чтобы видели, с чего это типа приготовлено. А теперь о сладком. То, что, в принципе, я полюбила. В Турции очень распространяется. Манная каша в Турции есть. Называется ирмик. Но как таковая манная каша считается здесь как продукт для младенцев. На прикорм для самых маленьких каши. Турки вообще молочные каши не едят. Детей именно завтрак там и все прочее не кормят. То есть другие турецкие завтраки, другие традиции. И вот ирмик мы используем, ну, манник мы можем, да, постряпать и сварить кашу. А в Турции вот этот манник, как наш, сладости, они очень много готовят турецких сладостей с ирмиком, с манной крупой. Для нас это как бы, ну, по сути, только манник, манник заливной у нас есть, как рецепт десерта. А здесь ирмик хелваси. Они готовят эту манную крупу в виде халвы, выкладывают тарелку-горочку и вовнутрь туда вкладывается еще при подаче шарик мороженого. Также это ирмик хелваси, она еще есть в виде полуфабриката. Можно купить замороженную в морозилле на камере в магазине, в упаковке индивидуально поднести домой и также приготовить очень быстро. Короче, проблем с этим нет. Манную крупу, всякие эрмик татласы, по сути, сладости из манки они называются и заливают всяким сладким вот этим щербетом, который сварит сахар, вода и лимонный сок. Здесь эта сладость очень популярна. Для нас это необычно, у нас так манная крупа, особо сладость их не используется. Чики офте, ну, это тоже популярная история, многие знаете, и чики офте это булгур, приправы, специи и фарш. Есть без фарша просто чики офте, но с фаршем это такой классический вариант, который мало уже сейчас кто в ресторанах мало употребляет, это опасно, потому что это просто мнется, все пережимается, фарш булгур, запаренный и специи и придается кушать сразу сырым. И поэтому немногие отваживаются есть сырой фарш, паразиты и все прочее, но сам факт, знаете, что есть такие котлетки в Турции, которые с свежим фаршем, просто перемятые, растертые прям до состояния пасты, очень сильно долго их трут. Я никогда даже не пробовала, это вообще в принципе не моя еда, поэтому так на любителя, кто интересуется, многим нравится, кто-то кушает. И просто у нас финалочка, best of the best, мумбар, это то, что я пробовала, и это жесть. Это, скажем так, самодеида, можно дома готовить, это настолько мерзко выглядит, настолько же мерзко пахнет, и на вкус для меня лично было, это моё личное ощущение было настолько же мерзко. Это кишки барана, долма, то есть долма, долма по-турецки, это все, что начинено нашпиговано рисом или еще чем-то любыми, короче, это фаршированное, да. У нас, например, в России, здесь это будет бибер, долма, например, да, будет, а в России это фаршированный перец, это фаршировано еще что-то, то есть что-то начиненное. Так вот, это бараньи кишки, которые заполнены рисом приготовленным с бараньим мясом, с жиром и со специями, и это остро. И варится это все в бульоне еще тоже со специями жирненьким, и вся эта кишка такая длинная, как огромный-огромный червяк и глист располагается на тарелке. Это подается во многих ресторанах, это также турки готовят дома, и очень многие турки тоже это не едят, и как бы в шоке сами, да. То есть это не только для туриста шоковая, это не постоянная еда, которую вы придете, например, приедете, как иностранка, он тут же на стол поставит. Нет, это исключение, справилась, и вы в такую ситуацию попадете, и не во всех ресторанах вы это блюдо найдете. Опять же, только в традициональных, национальных ресторанах. И все же на вкус, но лично мне это очень понравилось, и сам вид, я ненавижу всяких червяков, глистов и всякое такое, и вид этого точно такой же. И это было, пахнет, честно скажу, как бы специями, рисом вкусно, заманчиво, как какое-то рисовое мясное блюдо. И бульончик, это все пахнет неплохо. Ну, когда ты кладешь в рот, начинаешь жевать, во-первых, это мерзко выглядит, во-вторых, просто ощущение этого барана. У меня проблема, я не баранину. Так что, своеобразно, но кто любит баранину, можете попробовать себя испытать, понравится вам или нет. Но это тоже опять такая ерунда, когда можно сказать, типа, а я был в Турции, я такое пробовал, сейчас я вам расскажу. То есть запоминающие, но запомните надолго такую дегустацию. Третье, это шердан. Шердан-далмасы. Это своеобразное такое блюдо, которое тоже не найдете во всех ресторанах, национальное. Это желудок барана, наполненный, опять же, специями и рисом, фаршированный, скажем так, наполненный. Проварен очень долго в бульоне, и очень долго, и с вот этим наваристым бульончиком. Кушают его в перчатках, как правило, руками. Можно резать, естественно, вилку нож подают, но правильнее, как бы, есть это руками. Выглядит это неаппетитно. Кто-то это любит, но есть турки, конечно, которые это тоже не любят. Это вообще очень своеобразная еда. И выглядит она из всего, что сегодня перечислила, она больше всего омерзительно лично для меня. Я бы, я это не пробовала. Сейчас скажу, никогда не буду пока, вот не буду пробовать. Я не могу даже себе, я на это даже смотреть не могу. Настолько это неприятное ощущение, что это просто что-то из космоса, какое-то животное. Какой-то инопланетянин заваренный, зажаренный, тебе предлагают его съесть. Ну, нечто отвратительное, конечно. На ютубе даже есть видео, где блогеры, типа, пробуют такую мерзкую какую-то еду. Они, например, так называются, реакция. Я там, турок, я первый раз в жизни попробовала там мумбар тулецкий, что-то в таком роде. То есть, на любителя. Но тоже присутствует вкус барана. И вот эти блюда из баранины, конечно, для тех, кто кайфует от этого, вам нравится такое мясо, то я вам, вот вам, я настоятельно советую попробовать. Вам, скорее всего, такая еда и понравится. Но, несмотря на внешний вид, внешний вид, конечно, завораживающий. Я бы так назвала. Это тот случай, когда можно сфотать и отправить фотку в Инстаграм и показать. Я в отпуске, смотрите, что я ем. Какие у вас интересные блюда из со всего мира? Рассказывайте, что у такого мерзкого, непонятного или странного для вас, для вашего региона, где вы живете, пробовали. Я пробовала суп, например, где-то в азиатских странах. Еще много путешествовала, всяких крокодилов, змей, черепах и всего прочего. Сейчас бы это не стало, потому что мне жалко животное. Когда-то я об этом не задумывалась. И, честно говоря, ничего особенного. Я бы не сказала, что это прям что-то вау вообще или супер как-то вкусно. Я люблю обычную стандартную еду, никакого трешика. Мне ничего такого удивительного не нужно. Рассказывайте ваши удивительные истории, будет интересно почитать в комментариях. Спасибо за внимание. Предлагайте темы для новых видео. Всем пока!